Всем привет, добро пожаловать на мой канал снова, меня зовут Юля и в сегодняшнем видео мы будем с вами делать обзор на новую лимитированную рождественскую коллекцию Шарлот Тилбери, которая включает в себя ее новую четверку теней в невероятно красивой упаковке, называется Fire Rose. Шарлот Тилбери нам говорит, что эта палетка, это ее секрет, как зажечь глаза. Это палитра теней ограниченного выпуска или limited edition, в которой представлены пламенеющие розовые оттенки розового золота, меди, красно-ягодный и золотой. В первых мы получаем только один матовый оттенок, а именно винный цвет, это ее новая формула. Этот оттенок он гораздо лучше, показывается на глазах при растушевке, при нанесении гораздо более такой плотной кисточкой, чем он свочится. Также мы получаем два мягких шиммера и один металлик. Металлик это новая формула у Шарлот Тилбери. Эта палетка сделана в Италии, и срок годности 18 месяцев. Мы получаем целых 4,5 грамма продукта в ней, и она действительно очень такая удобная, компактная, и в ней, кстати, очень классное зеркало тоже, мне она нравится. Хорошего качества, и здесь такая еще миленькая звездочка на зеркале самом, чего я раньше не видела ни одного производителя. Вообще о выходе этой палетки я услышала через YouTube, через американских бьюти-блогеров, я не видела почему-то этого на Trend Moody. Это лимитированная коллекция, опять же, мы не знаем, сколько она будет в продаже до момента, когда она уйдет окончательно. Также Шарлот Тилбери вышла с двумя желейными тенями, с которыми она выходит достаточно часто, я думаю. Первый оттенок, с которым она вышла, называется Copper Sunrise. Я его не взяла, потому что я посчитала, что, ну, это медный оттенок, что интересного может дать мне медный оттенок? Он красивый, но не такой красивый, как Sunset Rose, который я и взяла. И эти тени Шарлот Тилбери описывает как стойкие, темно-розово-розово-кремовые тени для век, для солнечных, сияющих глаз, которые завораживают. Мне показалось, что желейная формула этого оттенка Sunset Rose, она очень интересная. То есть это не какой-то оттенок, который, знаете, очень водянистый или не пигментированный, в нем очень хороший пигмент. Действительно, очень все красиво смотрится. Стоят эти тени 32 доллара, и срок годности их 6 месяцев. На самом деле, если сравнивать, да, вот палетка тени за 53 доллара или вот такая однушка за 32 доллара, наверное, выбор очевиден, что палетка, мне кажется, будет гораздо более популярным ее товаром в ее рождественской коллекции, просто потому что, в общем, мы получаем 4 оттенка вместо 1, и, конечно, срок годности у них, ну, 18 месяцев, это очень-очень хорошо. Не нужно будет торопиться использовать этот оттенок, правильно же? И я не покупала эти товары по отдельности, я купила их вместе, когда еще это было возможно. Я не увидела на сайте, что сейчас можно купить эти товары вместе. Я не знаю, я напишу внизу, есть ли еще такая возможность, но мне обошлось это все вместе, 81 доллара, то есть это как сет. И, кстати говоря, спасибо моей подписчице за то, что сказала мне о том, что Шарлот выходит с ее новой коллекции. Благодаря ей я и купила ее новую коллекцию. Спасибо большое, что пишите мне, что вы хотите увидеть на канале и что вообще стоит ухватить, вообще, что стоит своих денег и внимания. Спасибо большое вам за это. Подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии, мне будет очень приятно узнать какой-либо фидбэк от вас. Конечно, всегда хорошо. И давайте уже перейдем к нашему торе. Поехали. И начнем мы с этой палетки, а именно с этого красивого коричневого оттенка, нужно иметь в виду, что он с блестками. Нанесем его на все века, во внешний уголок глаза особенно, и я использую кисточку от Refere номер 16. Эти тени от Шарлот Тилбери, они растошевываются буквально сами по себе, то есть никаких усилий я не прилагаю, и все идет как по маслу. И я так понимаю, что все ее тени, они вот именно вот такие, то что не нужно прилагать больших усилий, и все равно растошевывается просто потрясающе. Дальше мы возьмем другую кисточку от Refere номер 15 уже, и окунем ее в этот красивый винный оттенок. Обожаю такие оттенки, мне кажется, что у меня в коллекции их уже столько много. И нанесу этот оттенок прямо вот сюда, в угол глаза. И опять же, я уже вижу, что тени буквально сами растушевываются, просто потрясающе. Мне кажется, что я буду с этого момента поклониться Броша Шарлот Тилбери, потому что это просто магия. Возьму ту же самую кисточку номер 16 от Refere, и растушую это еще лучше, потому что я этого не сделала. Та же самая кисточка, и я добавлю еще чуть-чуть оттенка в этот самый уголочек. Просто выстраиваем этот оттенок очень хорошо по линии века, и, в общем, это будет нашей такой рамочкой самого темного оттенка в нашем сегодняшнем макияже. Тот же самый оттенок я хочу, наверное, добавить на нижнюю часть ресниц. Вот что удивительно в этом оттенке, что он, когда сводчится, он достаточно сухой, то есть ничего не видно, ну он прям реально как будто бы очень дешево смотрится на руке. Но после нанесения его на глаза, когда вы делаете макияж с тем оттенком, это касается любых оттенков Шарлот Тилбери, ее матовых оттенков, они гораздо лучше раскрываются на глазах, вот тогда можно увидеть настоящую силу оттенка, так сказать. Возьму более такую маленькую кисточку в меньшем объеме, несем этот оттенок вот сюда же, гораздо-гораздо лучше передается пигментация, это можно видеть. Супер! И теперь самая магическая часть этого туториала, потому что мы будем использовать с вами те самые желейные тени от Шарлот Тилбери. Во мне нужно много этого пигмента на глазах, как это ни странно, потому что он настолько пигментированный, настолько он прекрасно распределяется по веку, что вот совсем капелька этих теней, она сделает все и даже больше. Мне кажется, что эти тени будут прекрасным дополнением к вашему макияжу, просто сами по себе, то есть ничего больше не нанося на глаза эти тени и все, будет шикарно смотреться такой естественный дневной макияж. Я считаю, что в этом что-то есть. Конечно, если у вас есть такие же тени, но в другом оттенке, с другой серии, у Шарлотты, конечно, вам не станет ни жарко, ни холодно от того, что у вас есть этот оттенок. Слышала, что люди говорят, что у Шарлотты есть гораздо более интересные оттенки, чем этот оттенок, поэтому не знаю, как насчет остальных людей, кто покупает ее продукцию всегда, но для меня этот оттенок показался очень интересным. Смотрится реально красиво, я вижу то, за что я заплатила эти деньги за эти тени. Давайте перейдем к нашему следующему оттенку. Мне кажется, вот эти два оттенка, которые мы сейчас будем использовать с вами, они будут просто самыми желанными в этой палетке, как мне кажется, потому что именно этот оттенок, он у нас такой влажный. Эти тени же, они, ну, чуть более сухие, но не очень сильно, просто у них немножко другая формула. Я возьму кисточку свою из моего адвент-календаря какого-то от бренда Les Flesh Cosmetics. Несем это прямо вот сюда. О, вау, какой реально классный оттенок. Он хоть и простой, у него нет ничего такого сверх-сверх потрясающего, сверхфантастического, но он смотрится сам по себе невероятно потрясающе. Простой оттенок, но сколько в нем пафоса, рождественского вайба, может быть. Надеюсь, вы это видите, ребят. Это реально очень красивый, блестящий, сияющий оттенок, который просто идеален для любого цвета глаза. Мне кажется, он сделает ваши веки еще более такими привлекающими внимания против положенного пола и даже девушек, которые будут спрашивать у вас, что за тени ты используешь. Скажи мне, а вы такие, а я использую Charlotte Tilbury? Новая коллекция. И последний и самый долгожданный, самый невероятно новый оттенок от Charlotte Tilbury. Ее самый влажный оттенок, который когда-либо был. Так говорят, ребята, вы должны это видеть. Посмотрите, как мой палец проваливается в этот оттенок. Настолько он супер пигментированный, мокрый. Просто потрясающе. Какой невероятно красивый оттенок. Кстати говоря, этот оттенок, он опадает как последний, я не знаю, как назвать это. Но, в общем, он опадает. Поэтому с ним нужно быть аккуратнее. Иначе ваш макияж, он пострадает. И вам придется переделывать его. Но, в общем, не нравится, что получается у нас. То же самое сделала со своим вторым глазом. И можно сейчас увидеть, насколько красиво и органично смотрится этот макияж. Воспользуемся нашими желейными тенями. Я возьму кисточку, кисточку вот эту вот, от Morphe. Макну ее вот сюда и нанесем это на ватерлинию или на нижнюю часть ресниц. Да, это просто потрясающий блеск у этих теней. И мне кажется, что нет такой девушки, которая бы осталась равнодушной к качеству этих теней. И это еще не конечный образ. Сейчас я сделаю реснички и вернусь к вам уже через секунду. Что, ребята, такой у нас получился конечный образ. С использованием лимитированной коллекции от Charlotte Tilbury. Мне нравится, на самом деле, что у нас получилось. Я считаю, что это просто потрясающий макияж на каждый день, на вечер. Просто идеально будет, по-моему. И самое главное, что никаких усилий не приходится прикладывать, чтобы сделать его вот таким. Тени сами тушуются. И я напишу внизу все, чем я пользовалась. Сегодня, начиная от помады, заканчивая румянами, это все будет в инфобоксе. Первое, о чем я хочу поговорить, это будут желейные тени от Charlotte Tilbury в оттенке Sunset Rose. Мне эти тени понравились. Они очень пластичные, ими очень легко пользоваться. Мне кажется, что этот оттенок, именно Sunset Rose, он будет идеальным оттенком на повседневную носку. Просто вот чистый настоящий бронз. Я слышала, что многие ютюберы не согласились с тем, что эти тени также самые лучшие. Я не знаю, не могу сказать, что прям самые-самые худшие. Однако, вам нужно знать также и то, что они не очень хорошо будут держаться на очень жирных веках. И также очень известный факт, это то, что эти тени, они не очень, в принципе, долго держатся на веках, как, например, сравнивая с ее пудровыми текстурами. Поэтому мне понравился оттенок, мне понравилась текстура. Самое лучшее, конечно, будет наносить эти тени с такой плоской, пушистой кисточкой. И тогда, мне кажется, вы получите очень такой естественный, натуральный, ежедневный образ. Но и, конечно, вы можете также достроить их до желанной затемненности, то есть затемнить уголки глаз. И тогда гораздо будет еще более активный образ, более такой гламурный. У этих теней из новой коллекции я слышала не такая сияющая текстура, она более сатиновая, сравнивая с прошлыми коллекциями Шерлал Тилбери. Поэтому, не знаю, кому-то нравится, кому-то нет, но так как я пользуюсь в первый раз этими продуктами, наверное, мне они нравятся, но есть все-таки свои но. Давайте перейдем к нашей палетке. Она шикарна, знаете почему? Потому что вы получаете все рождественские, все праздничные оттенки в одной палетке. Да, четыре оттенка, ни больше, ни меньше, просто идеально. Здесь имеется один оттенок, самый блестящий, который называется Super Pop, это блестки. Эти блестки, они влажные, и именно этот влажный блеск, он меня так и привлек в этой палетке. Как-то, ну, все остальные оттенки, да, они очень хорошие, особенно вот этот вот винный, он не так сводчится хорошо, как он наносится на ваши глаза. Супер потрясающий оттенок, но этот оттенок влажный, фуф, он меня свел с ума, и мне кажется, что я понимаю, почему люди, ну, сходят с ума от формул Шерлал Тилбери, потому что ее формула, она реально всегда хорошая, и эта палетка лимитированная коллекция, можно сказать тоже по ней, что в эту работу Шерлотта внесла свою любовь, и это видно по качеству продукта. Дальше мне понравились вот эти два оттенка, в принципе, они хорошие, но больше понравился, наверное, вот этот медный оттенок, который выглядит больше, который выглядит больше, как какой-то белесый издалека, но при сводчинге можно увидеть вот этот вот медный оттенок под тон, тоже прикольный, очень такой мягкий, влажновато немножко, но не такой влажный, как вот этот оттенок, поэтому, да, мне кажется, что палетка, она гораздо больше стоит внимания, чем вот эта вот однушка желейных теней, есть рогонность, которая 6 месяцев всего лишь, я думаю, разница очевидна и в цене, и в долгосрочной перспективе, что палетка это всегда гораздо более желанный продукт, потрясающе смотрится, не правда ли? И на этом все, ребят, надеюсь, вам понравился мой сегодняшний обзор, пишите в комментариях, что вы думаете о ее новом запуске, планируете ли вы покупать ее или нет, ваше мнение насчет желейных теней, стоит ли это своих денег и внимания или нет, мне будет очень интересно почитать ваши комментарии, я с вами не прощаюсь, желаю вам прекрасного дня, хорошего настроения, идеальных макияжных дней, ваша Юля, всем пока!